Миллиардный кредит. Украина получила от Канады 2 миллиарда 35 миллионов гривен. Смерть ребенка. Полуторагодовалую девочку забила насмерть собственная мать. Призрачное перемирие. На востоке Украины продолжают гибнуть люди. В гостях у дельфинов. Украинская морская партия организовала благотворительное шоу в Одесском дельфинарии. Необычный флешмоб. День пожилого человека. Одесские пенсионеры отметили зажигательными танцами. Канада выделила Украине кредит 200 миллионов канадских долларов. Украинское правительство приостановило строительство стены на границе с Россией. Веерных отключений в ближайшее время не будет. Подробнее о главных событиях страны в свежем выпуске «Всеукраинских новостей». Канада выделила Украине кредит 200 миллионов канадских долларов. Это около 180 миллионов долларов США по международному курсу. В украинской валюте это 2 миллиарда 35 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. Кредит выделен по ставке 2,1% годовых со сроком погашения через 5 лет. Средства от заимствования поступили на счета правительства 30 сентября. Займ привлечен на основании подписанного 17 сентября соглашения с канадским экспортным агентством. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев получит от США еще один миллиард долларов финансовой помощи. Украинское правительство отложило строительство стены на границе с Россией. Такое заявление сделал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов. Реализация проекта по строительству укреплений приостановлена в связи с заменой исполнителя и распорядителя бюджетных средств. Изначально исполнителем уже утвержденного проекта было Министерство инфраструктуры Украины, но теперь стену передали Госпогранслужбе. Соответствующее постановление Кабмина будет опубликовано после того, как будет принят и утвержден новый план проекта. Тогда же правительство заново определит бюджет и сроки его выполнения. Ситуация изменилась. Теперь мы выступаем заказчиком и исполнителем проекта. После его старта были высказаны замечания и пожелания других министерств и ведомств. Теперь разработана новая документация, которая сейчас находится в Кабмине. Верных отключений в Украине в ближайшее время не будет, заявил министр Кабинета министров Украины Остап Семирак. Так, по его словам, по состоянию на 1 октября и по информации министра энергетики и угольной промышленности Украины, в верных отключениях электроэнергии нет необходимости. Система работает в достаточном режиме. Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности согласовало применение с 29 августа графиков аварийных отключений электроэнергии по отношению к бытовым потребителям. Тогда людям пообещали, что отключение отдельных групп потребителей продлится не более двух часов. Полуторагодовалую девочку забила насмерть собственная мать. Трагедия произошла в селе Новосельцы Раздельнянского района. За несколько дней до этого социальную семью посетила очередная инспекция. Ее вывод – мама не проявляет агрессии по отношению к детям. В то же время соседи утверждают, 24-летняя Юля морила голодом своих четверых детей и систематически избивала их, пока не убила самую младшую. Было около полудня, когда жители села Новосельцы услышали страшный крик. На улицу выскочила молодая мать четырех детей Юля. На руках у нее была полуторагодовалая Анечка. Прямо на улице мать попробовала сделать Ане искусственное дыхание, но безусловно ребенок умер задолго до этого. Мать избила девочку утром. Что та не дышит, обнаружила лишь через несколько часов. Соседи, зашедшие в дом после смерти Ани, обнаружили на столе недопитую бутылку водки и два литра пива. Нас позвали понятыми уже. Мы когда зашли, она в калидоре в углу сидела. Она была вообще неадекватная. Она была в таком состоянии, очень пьяная была. Молодая мать настаивала, ребенка не била. Девочка сама упала из кроватки. Однако факт избиения подтвердила и вскрытие. У дитины были численные забои головы, сенцы на лице, пострадала волосяная покров головы, струс мозга, крововылевы в мозг. Все это вказывает на то, что дитину, на жаль, сильно были. В Раздельнянской райгосадминистрации разводят руками. Многодетную семью опекали сразу три социальные службы. Когда мы приезжали месяц назад, то проводились беседы. Потом еще проводились беседы городской службой города Одессы, там, где они зарегистрированы, папа и мама. Я не могу сказать, сколько раз, и, соответственно, нашим социальным путевцам, который на этом месте, працював в сельской районе. Они говорили о том, что в семье есть проблемы, но они подконтрольны. И мама не проявляет никакой агрессии, никаких таких негативных отношений к детей. Теперь чиновники имеют все шансы стать фигурантами уголовного производства по факту халатности. Прокуратура проводит соответствующую проверку, а горе-мать тем временем находится в СИЗО. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Виталий Химия, Назингевич Игорь Петров, события телеканала «Академия». Несмотря на объявленное перемирие, на востоке Украины продолжают гибнуть люди. О гибели 12 мирных жителей в Донецке сегодня заявили российские СМИ со ссылкой на руководство самопровозглашенной республики. Позже украинские СМИ, ссылаясь на очевидцев, подтвердили гибель 10 человек. Хроника военных действий в сюжете наших корреспондентов. В среду утром снаряд попал в автобусную остановку на Киевском проспекте Донецка. Предположительно, он был выпущен из установки «Град». Во время взрыва большая часть погибших находилась на остановке, некоторые в подъехавшем к ней автобусе. Транспортное средство выгорело полностью. Кроме того, четверо мирных жителей погибли 1 октября в результате обстрела школы. Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, снаряд разорвался в пяти метрах от здания учебного заведения, где в этот момент находились 238 человек, 70 из них – дети. Взрыв унес 4 жизни, 7 человек доставлены в больницу. Местные СМИ заявляют о боевых действиях вокруг Донецкого аэропорта. Стратегический объект начали обстреливать ночью и продолжают до сих пор. При этом руководство АТО уверяет, воздушные ворота региона пережили спокойную ночь. На фоне того, что, как уверяют в отток, Донецкому аэропорту направлено серьезное подкрепление, стало известно, украинские власти ведут переговоры с повстанцами об обмене Донецкого аэропорта на прилегающий городу территорий. Об этом журналистам заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута. По его словам, Новоазовск в этих переговорах не обсуждается, но речь идет о больших территориях. Есть новости и из Луганска. Областная администрация предлагает изменить территориальное устройство области. Соответствующий проект постановления вчера зарегистрировали в Верховной Раде. Речь идет о десятке населенных пунктов, которые предлагается административно переподчинить соседним районам. Сейчас они формально являются Украиной, но по факту территории контролируются ополченцами, что априори делает невозможными проведение там парламентских выборов. Избиение народного депутата Украины Нестора Шуфрича спустя сутки наконец-то прокомментировал одесский губернатор Игорь Палица. Если резюмировать, то выходит, что один из лидеров оппозиционного блока – политик-провокатор. Однако и правые радикалы тоже не правы. Кроме того, губернатор считает, что данная акция была заранее спланирована. Кем именно, чиновник не уточняет, но подчеркивает, что происшествия можно было избежать. Он собирался проводить пресс-конференцию на одной пресс-площадке «Контекст при Черноморье», где и присутствовали представители патриотически настроенного населения, и присутствовала милиция, которая полностью готова была обеспечить охрану и выступление Нестора Ивановича. Была договоренность с патриотическими ребятами у милиции, что не будет никаких конфликтов, что они просто в зале будут ему задавать прямые и откровенные вопросы, без всяких прямых конфликтов. Почему-то туда Нестор Иванович не поехал, и он решил приехать в обмостную администрацию. Общая граница, совместные решения. По таким девизам в румынском городе Яссы прошел очередной день европейской кооперации «Ежегодная конференция», финансируемой Европейским Союзом совместной программы трансграничного сотрудничества «Румыния-Украина-Молдова». О том, как при ближайшем рассмотрении выглядит европейская кооперация в подобном формате и какая роль отводится нашей стране в общеевропейских проектах, выяснял непосредственно в Румынии наш корреспондент Владимир Кржановский. День европейской кооперации в этом году отмечался практически во всех европейских странах. Его главная идея – демонстрация сотрудничества двух или нескольких стран, имеющих между собой общие границы, и умение успешно преодолевать эти границы для осуществления взаимовыгодных экономических, культурных, природоохранных и прочих проектов. В нынешней объединенной Европе для этого нет никаких препятствий. Там попросту нет ни границ, ни таможен. А умение и желание соседей договариваться присутствует практически всегда. Гораздо сложнее сотрудничать тем странам, между которыми границы есть. После известных событий в Украине, восточные форпосты Евросоюза, страны Балтии, Финляндия и Польши, которые ранее тесно контактировали с Российской Федерацией и Белоруссией, были вынуждены свернуть почти все совместные трансграничные программы. Поэтому проект «Румыния-Украина-Молдова» остался едва ли не единственным действующим. В нем задействованы вся, без исключения территория Молдовы, шесть приграничных уездов Румынии, а также Черновицкая и Одесская области Украины. Благодаря этой программе Молдова осуществила небывалый экономический рывок. И это только начало процесса. В этом году финансирование этой программы составило 126 миллионов 720 тысяч евро. Большая часть этих средств выделяется на румынско-молдавские проекты. Эти страны объединяют общий язык, история и культура, а в последнее время и значительно упрощенный визовый и таможенный режим. Один только сданный в эксплуатацию в этом году газопровод из румынского города Ясы до молдавских унген обошелся почти в 34 миллиона евро. Однако и Украине кое-что достается. Наиболее масштабный проект с участием Украины называется «Инвентаризация, оценка и уменьшение влияния антропогенных источников загрязнения в Нижнедунайском регионе Украины, Румынии и Республике Молдова». От нашей страны в нем участвует Департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации. И на сегодняшний день это самый крупный проект международной технической помощи, который реализуется на территории Одесской области. Только для Украины Евросоюз выделил почти 4,5 миллиона евро. В частности, в рамках проекта будет осуществлена реконструкция и строительство новых очистных сооружений в городе Вилково, что, несомненно, положительно отразится как на повседневной жизни жителей этого города, так и на общей экологической ситуации в Придунайском регионе. «Я вижу еще одну яскравую мету, которую нам нужно обратить внимание, возможно, для максимальных сетей мы будем при программировании в будущем периоде. Это тот факт, который мы сегодня обратим внимание, увеличение коммуникаций между нашими странами, между нашими регионами, увеличение коммуникаций через научение, общего научения, проведение общих помилок, поделание этих помилок, пошутки в решении проблем, в общении решения проблем. Это то, что на самом деле паркует в большом взаимоприотношении». Впечатляет своим размахом и проект Одесского национального политехнического университета Международный студенческий центр рекреации и туризма «Путь к здоровью нации» с объемом финансирования в 1 миллион 600 тысяч евро. В рамках этого проекта уже началась масштабная реконструкция студенческого спортивно-оздоровительного комплекса «Чайка» в селе Каролина-Бугас. Теперь европейские студенты и преподаватели, приезжая к нам на симпозиумы или на отдых, смогут жить во вполне приличных условиях. Кроме деталей интерьера и современной мебели, им станут доступны такие достижения европейской цивилизации, как туалет и умывальник в номере, а не на улице. А с природой, климатом и морем нам, слава богу, просто повезло. «Украина, несмотря на непростую ситуацию в стране, принимают все более активное участие в проектах Евросоюза. Особенно это касается трансграничных проектов. Мы надеемся, что в ближайшем будущем этот процесс станет еще более активным». На следующий день участники конференции, что называется, пошли в народ. Сначала на центральной площади города Ясы бойцы МЧС Румынии продемонстрировали им, а заодно и своим соотечественникам, оборудование, приобретенное за средства Евросоюза. Причем во всей красе и в действии. Кульминацией этого действия стала посадка прямо на улицу в историческом центре города Ясы специального спасательного вертолета. Что примечательно, МЧС Молдовы тоже получила такое оборудование. Так что скоро нам придется тянуться не за Европой, а хотя бы попытаться догнать соседей молдаван. Что касается других проектов в рамках трансграничной программы «Румыния, Украина, Молдова», то и там мы безнадежные аутсайдеры. Однако представители Евросоюза и Румынии, и Молдовы верят, что у нас все только начинается. Причем верят в это гораздо больше, чем мы сами. Владимир Кожановский, Ясы, Румыния. Морские котики, дружелюбные дельфины и радостные лица зрителей. Украинская морская партия организовала благотворительное шоу в одесском дельфинарии «Немо». Полюбоваться на морских обитателей пригласили детей из многодетных семей, детей-сирот и активную молодежь. За талантами морских артистов наблюдала и наша съемочная группа. Дельфин – одно из самых загадочных животных на планете. Человек испокон веков тянулся к этим добрым и приветливым морским обитателям. Подарить радость встречи с озорными животными одесситом решил кандидат народной депутаты Украины Сергей Кивалов. Политик организовал благотворительное шоу, на которое были приглашены дети из многодетных семей и их родители, дети-сироты, а также студенты-активисты. Представление еще не началось, а радость и хорошее настроение уже витает в зрительном зале. Люди в предвкушении знакомства с дельфинами. Загадочные они какие-то существа. Добрые, хорошие, ну не знаю, просто нравится. Первые места никогда не сделала на первом ряду, если честно. Будут брызги, когда будет выступление. Звучат аплодисменты. Представление вот-вот начнется. Сергей Васильевич делает очень много добрых дел, но он достаточно скромный человек и очень мало об этом говорит. И поэтому об этом хочу сказать я. Я хочу, чтобы мы все поаплодировали и сказали спасибо. Спасибо Кивалову. Спасибо Дельфинарию Нему. Спасибо. А мы начинаем. Морские котики смешат зрителей озорными танцами, а настоящими звездами представления стали, конечно, дельфины. Озорные артисты удивляют зрителей игрой с мячами, прыжками, танцами и даже песнями. Мы старались уделить внимание к тем, кому тяжелее всего купить билет и прийти в дельфинари. Потому что, ну, знаете, дети – это наше все, это наше будущее. Поэтому мы должны уделять им как можно больше тепла и внимания. Чем больше мы тепла и внимания, мы им будем уделять сегодня, тем меньше мы потратим денег и ресурса на борьбу с организованной преступностью, с какими-то негативными явлениями в обществе. Поэтому Сергей Кивалов старается окружить заботой каждого ребенка, каждого одесситов. Малыши и взрослые от выступления в восторге. Позитивных эмоций – море. Тут были дельфины. Прыгали и плавали. Сегодня те шоу на справеду расподобалось. Не очкивал такого выдовыща. На справеду было очень интересно. Такую инициативу Сергея Кивалова оценили и поддержали абсолютно все. Люди считают, политик, который организовывает подобные акции и дарит людям радость, достоин уважения. Сегодняшнюю акцию устроил президент Национальной юридической академии, студенткой которой я являюсь, для деток, для одесситов, для городских жителей, для приезжих. Я думаю, что это очень полезно и это очень правильно. Потому что именно таким должен быть политик и народный депутат. Концертная программа подошла к концу, но радостные воспоминания еще долго не покинут зрителей. Корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины Павел Державин выкинул трап и открыл калитку для учеников 118-й городской школы. Увлекательная экскурсия по гавани, где пришвартовались катера и корабли морской охраны, интересная информация о боевых походах, как результат ожидания новой познавательной прогулки. Подробности в материале Виталия Хемия. Десять утра. Главный штаб базирования кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы. Ученики 9-го Г-класса школы 118 города Одессы готовы к необычному выездному уроку. Экскурсия для юношей и девушек начинается с общей информации о функции морской охраны и о назначении ее боевых единиц. Далеко не вся техника открыта взору школьников. Достаточное количество кораблей и катеров продолжают нести вахту, охраняя морские просторы Украины. Сейчас катеры находятся в море. Частина-частина на делянках, отдаленных от нашего загона для реализации обстановки, что выникло безусловно на их делянках. Завдания выполняются те же самые, не менее ответственно, чем раньше, но с врахованием нынешней специфики. Мы имеем тимчасово окупованую территорию, которая находится рядом, которая находится поблизости района нашего несения службы. Поэтому в связи с этим имеются некоторые отменности. Павел Державин – корабль морской охраны на плаву уже 30 лет, но его технические характеристики соответствуют вызовам времени. Оборудование обновляется по мере необходимости, а некоторые имеют редкие аналоги в мире. Обо всем этом рассказывают школьникам. Это была знакомая экскурсия, которая была направлена на то, чтобы у подрастающего поколения виховывать профессиональные, какие-то, возможно, профессиональные их заориентовать, направить, так же ознайомить, что за подраздели находятся в Одессе, какие завдания они выполняют, в чём отличие, например, какие моряки, есть военно-морские силы, есть морская охрана, есть цивильные суда. Поэтому мы сегодня рассказали про наши завдания и нашу специфику. На девятиклассников прогулка произвела серьёзное впечатление. Ребята впервые побывали на корабле. И тут сразу на таком, что выполняет функции государственной важности. Я в первый раз была на корабле, это очень сильно запомнилось, потому что чувство такое странное. Ну, не как на земле, конечно. А ещё здесь очень красивый вид. Это очень сильно запоминается. Я сам для себя очень многое открыл. Очень познавательная экскурсия. Огромное спасибо руководству данного корабля и программ отрядов. В скором времени на экскурсию в штаб базирования кораблей и катеров морской охраны придут старшеклассники других одесских школ. Но это уже после возвращения корабля Павел Державин в родную бухту после выполнения государственных задач. Виталий Хемий, События, Телеканал Академия. Студенты Международного гуманитарного университета озеленили аллею на пятой станции Большого фонтана. Деревья, которые росли там, повредил прошлогодний ураган, разбушевавшийся в нашем городе в конце мая. На месте поврежденных каштанов студенты университета высадили зеленые туи. Процессом высадки деревьев руководит сам ректор Анатолий Крышановский. Он подробно объясняет студентам, как правильно высаживать деревья. Ректор не сомневается, студенты надолго запомнят этот день. Мы надеемся, что деревья, посаженные нашими студентами, они останутся у них в памяти. Останутся в памяти, как то, что сделано для университета, для города, они будут ухаживать за этими деревьями. Олег – студент второго курса высадку деревьев, он считает полезным занятием. Нужно построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Дом научимся строить, дерево уже научили. Видите, уже все хорошо. Сейчас нам дадут знания, мы получим диплом, мы начнем строить дом, деревья уже посадили. Но деревья необходимо не просто высадить, важно сделать это правильно. Нужно сначала выкопать его с корневой системой, потом выкопать довольно большую яму, потом залить водой, подождать, пока вода впиталась, а потом его аккуратненько посадить и притоптать землей. Одесситы с одобрением отнеслись к такой инициативе студентов и руководства Международного гуманитарного университета. Нам, прохожим, даже приятно, когда зелень, они какие-то там торчат, деревья обрубленные. Так что это правильно делается и очень хорошо. Чтобы красиво было, чтобы воздух был чистый. Эстетика. Студенты МГУ не просто высадили деревья, но и намерены ухаживать за ними в будущем. Альбина Молдованенко, События, Телеканал Академия. Необычный флешмоб. День пожилого человека пенсионеры отметили в Одесском городском саду зажигательными танцами. На импровизированную сцену возле городского фонтана вышли танцевать и студенты Юридической Академии. Подробности далее. Прохожие неспешно прогуливаются по горсаду и занимают свободные лавочки. Люди ждут традиционного концерта одесских песен в исполнении студентов Юридической Академии и Международного гуманитарного университета. Но это особенный день. Перед концертом у ротонды начинаются зажигательные танцы. Публика в восторге. Пара пенсионеров вместе с несколькими десятками студентов Юридической Академии танцуют твист. Акция приурочена ко Всемирному дню пожилого человека. Наверное, это тоже очень важно, что мы прививаем любовь именно к людям пожилого возраста. Наверное, это хорошо, что мы всегда помним о них, особенно тот праздник, который определен в том числе и нашим правительством. Хоть праздник посвящен пожилым людям, главных танцоров вечера назвать старыми язык не поворачивается. Танцуют они так энергично, что могут дать фору любому молодому участнику. Мы часто видим, как вы танцуете в горсаду, как вы замечательно преподносите себя. Может быть, в этом и есть залог того, что вы так молодо и прекрасно выглядите? Да, мы танцуем очень много лет. Я начинал в 1974 году в прошлом столетии здесь, в Дворце культуры моряков. И с тех пор я с танцевальным полом не расстаюсь. Я тоже танцую очень много лет. Я начинала, танцевала еще в Дворце моряка в ансамбле. А вот с партнером мы уже танцуем пять лет. После зажигательных танцев начинается концерт. В этот раз поют не только студенты, но и сами виновники торжества. Акция оставляет самые положительные эмоции. Совместное танцевальное творчество вдохновляет и молодых, и пожилых танцоров. Прекрасные ребята, нам приятно было перед ними танцевать, и для них танцевать, и для всех посетителей горсада. Очень, такой огонек от них, такая энергетика положительная шла. Очень хорошо было, очень хорошо. Честно, благодаря этому флешмобу мы увидели то, что взрослые люди, они не просто достойны почтения, уважения, а также они настолько так красиво, энергичны, такие яркие, они настолько вдохновляют нас. Акция, проведенная ко дню пожилого человека, доказывает, связь поколений существует. Главное, поддерживать ее не только по праздникам. Под звуки классической музыки и любимых шлягеров в честь Дня пожилого человека на морвокзале собрались несколько сотен пенсионеров. Отметить праздник вместе их пригласил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Гостям понравились и угощения, и концерт, но главным подарком они называют внимание. А вот пожилыми себя пенсионеры не считают. Говорят, главное, они молоды в душе. Им трудно самостоятельно спускаться по лестнице, но они говорят, еще дадут фору молодежи. Бездельничать это поколение не привыкло. Не быть дневным, самое главное, понимаете, и стараться, мы стараемся молодежи, встречаемся так, распространяем, понимаете, патриотическое воспитание, чтобы они ушли за слух своих дедов, отцов. Они пережили войну после военное время, время перестройки. И сколько помнят, всегда было трудно. Они говорят, прорвемся, но боятся смотреть выпуски новостей. Страшно с детей и внуков. Еще могла бы людям помогать и дай Боже, чтобы не было войны. Так хотелось, чтобы наши дети были здоровы и чтобы их ни с одной стороны не щипнула проклятая война. Но сегодня их праздник. Они желают родной стране мира, говорят, отчаянно верят, все будет хорошо. Принимают поздравления благодаря за то, что их не забывают. Встреча ветеранов, куда приглашает народный депутат Верховной Рады Сергей Васильевич Кивалов, у нас уже не первый год. Уже несколько лет мы встречаемся туда, где приглашает Сергей Васильевич. И эти встречи носят самые теплые, самые благожелательные. Кивалов это человек от Бога. Он помнит людей и людям помогает. Просто у меня нет слов нашему любимому Кивалову. Я в большом восторге. Мне кажется, что даже прибавятся еще годы, несмотря, что мне очень много лет уже. Когда появляются организаторы вечера, Сергей Кивалов в зал аплодируют. Такие вечера уже стали доброй традицией. Сказать вам спасибо за все, что вы делаете и делали, и еще сделаете. Сказать вам слова благодарности за то, что вы воспитываете детей. Сказать вам слова благодарности за то, что вы созидаете. Сказать вам слова благодарности за то, что вы развивали наш город. Но главное дань уважения пожилым людям политик выражает не только на словах. Социальные программы, инициированные Сергеем Кивау, можно перечислять долго. От бесплатной юридической клиники и компьютерных курсов для пенсионеров до набережной, построенной на личные средства кандидатов нардепы. Традиционно стало, что в нашем районе, в Приморском районе, уже несколько лет мы отмечаем праздник День пожилого человека. Знаете, это прекрасная возможность сказать добрые, хорошие слова в адрес наших матерей, отцов, в адрес пожилых людей, которые живут в нашем городе. Тем временем на сцене звучат песни их молодости, любимые и нестареющие. Что же касается секрета долголетия, старшее поколение согласилось. Главное быть трудолюбивым и уметь радоваться жизни. Ну а в душе они себя чувствуют молодыми на все сто. Отмечали Международный день пожилого человека и в Одесском доме медработника. Здесь поздравляли ветеранов сферы здравоохранения. День пожилого человека сегодня отмечаем мы. Прожил ли ты сто лет, полвека. Все уважать тебя должны. Эту медаль Лина Тищенко получила за то, что отдала трудовой деятельности 35 лет своей жизни. В день пожилого человека она хочет пожелать своим одногодкам самые простые и в то же время самые важные вещи. Ветеранам я хочу пожелать здоровья, прежде всего крепкого здоровья, мирного неба и успехов в доме, благополучия, чтобы любили их родные, близкие, чтобы не забывали их. Наиболее отличившиеся в трудовой и общественной деятельности пожилые люди получили почетные грамоты из рук председателя городской организации ветеранов сферы здравоохранения. Среди награжденных – Валентина Колтоменкова, активист ветеранской организации Суворовского района. В своем районе оказываем помощь ветеранам. Ходим по домам. Кто там в чем-то нуждается, если он не может, так мы приглашаем врача на дом. Если там попросить, мы, например, там зубопротезированы, мы идем договариваемся, все, назначенный день, мы его приводим, или берем машину, или что, привозим его в поликлинику. Как в таких случаях Заведина, праздничную программу увенчал концерт. Всеукраинский праздник библиотеки отметили в Одессе в последний день сентября. Учрежден он был 16 лет назад указом президента. Как уверяют библиотечные работники, это единственный день в году, когда в храме книги разрешается шуметь. О том, что предпочитают читать современные поклонники литературы, Александр Вейцман. Работники Дворца книги убеждены, библиотека прежде всего – это территория общения. И пусть мы живем в век высоких технологий, но запах книжных страниц, звук их перелистывания и таинство открытия новой книги не в силах заменить ни один цифровой носитель. Книга печатная, она будет оцифрована, она будет в электронном варианте, она будет в сети, но она всегда еще будет бумажная, к которой вы прикасаетесь, вы прикасаетесь к мысли. Книга – это бессмертное творение, которое создал смертный человек для того, чтобы получить бессмертие. Основные посетители библиотеки – это люди за 30 и совсем пожилые читатели. Для привлечения молодежи в этот вечер приготовили занятия по интересам. В этот вечер звучали песни как одесских исполнителей, так и курдских студентов, которые тоже приняли участие в празднике. Говоря о книге как таковой, организаторы мероприятия не смогли пройти мимо подробных описаний персонажей произведений. И, конечно же, внешнего вида. Заглядывая в гардероб, герои современных книг все чаще хотят быть похожими на их предшественников. Есть тенденции. Есть тенденции возврат к прошлому. По-любому все развивается по справе. Это закон о диалектике. И мы видим, что сейчас сильные влияния ОРДКО, допустим, в те же 30-е годы. Альбина Молдованенко, Александр Ветьман, Андрей Симченко. События телеканала «Академия». Четверо своих и 20 приемных детей. День усыновления многодетная приемная семья из Луганска отмечает в Одессе. Именно сюда они вынуждены были приехать с несовершеннолетними детьми, скрываясь от военных действий. Поздравить многодетную маму приехали представители благотворительного фонда «Ассоль» и партии «Сильная Украина». Еще при Советском Союзе 25 лет назад супруги-педагоги усыновили первого ребенка. Сейчас под опекой семьи Башковых шестеро несовершеннолетних детей. Пять минут до того, как нас сфотографировали, мы стали сразу родителями не троих, а восьмерых детей. Несмотря на новых, уже одесских друзей, ребята тоскуют за своим большим домом и садом в селе Первозвановка Луганской области. К тому же остальные члены семьи остались там. Думаю, мы вернемся домой скоро. Сейчас у нас дома остался папа и старший брат Алеши. И вот в сентябре приехал домой мой старший брат. С момента переезда в Одессу на связи с семьей постоянно находится фонд «Ассоль», помогая им обустроить быт. Сказывается отсутствие поддержки со стороны государства. Я считаю, что на сегодняшний момент очень большая ошибка, прежде всего, допущена правительством, это заморожены все абсолютно социальные выплаты. Это колоссальное преступление перед подобными людьми. В таких ситуациях реагируешь не как политика, а как мама, говорит Светлана Фабрикант. Спасибо вам, вы мне там сегодня, знаете, такое вот вздохнуло, так набралось воздуха и так вперед и с песнями. Говорит человек, которому мы должны говорить страну. Спасибо. Нет, нет, нет. Вы правда, вы такие молодцы. Спасибо. Я смотрю на вас и нашли время для нас, приехали, сделали нам праздник. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, в первую очередь нуждаются в государственной помощи и поддержке. Убеждены представители партии Сергея Тегибко «Сильная Украина». Государство практически никак не участвует в социальных проектах помощи тем людям, где на сегодняшний день ведутся боевые действия. Это Донецк и Луганск. Мы можем говорить о том, что индивидуально каждый из нас делает все возможное. Я на своем примере могу сказать, что я у себя лично размещаю семьи беженцев с востока Украины. Народный депутат Украины Светлана Фабрикант отметила, что сегодняшняя встреча – это еще один повод для того, чтобы воссоздать в Украине институт социальных инспекторов, которые предупреждали возникновение социального сиротства. И эти люди, и этот институт социальных инспекторов тоже был аннулирован. То есть экономят не там, где нужно. И уничтожают не то, что нужно. Я считаю, что это то, что я на себя вот лично беру как ответственность, и это нужно срочно вернуть. Потому что те дети, которых я сегодня, лично я сегодня увидела, те родители, с которыми я могу абсолютно искренне говорить, мне посчастливилось сегодня познакомиться. Это действительно те люди, на которых будет расти и создаваться независимая страна под названием Украина. Матч памяти легендарного футболиста-черноморца Юрия Заболотного пройдет в четверг на стадионе «Спартак». Это событие состоится в день рождения знаменитого капитана, тренера и начальника команды моряков. Именно Юрия Леонидовича многие любители футбола считают лучшим правым защитником в истории Одессы. Всего за черно-синих Заболотный провел 207 поединков и забил 2 гола. В 18-м ежегодном матче памяти примут участие команда ветеранов ФК «Черноморец» и сборная ветеранов города Одессы. Начало встречи в 12.00. Вход свободный. Таким увидели этот день наши корреспонденты. А я, Виктор Березовский, прощаюсь с вами. До новой встречи в эфире. Всего доброго. Академия желает вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин